В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Первое интервью Николая Любимова в статусе губернатора Рязанской области. Сотрудники ГИБДД накажут за непропуск машины скорой помощи. Чистое золото в Рязанской области работает одно из крупнейших афинажных предприятий страны. В Рио Рязанского губернатора Николай Любимов определится с необходимыми регионопеременами не позже конца весны. Об этом он заявил в эфире федерального канала в пятницу в своем первом интервью в статусе рязанского губернатора. Вообще принято говорить 100 дней, но за 100 дней нужно уже выдвинуть какую-то программу перемен, если они нужны, выдвинуть социально-экономические программы какие-то, которые будут уже нацелены на решение долгосрочных проблем. Политик также заверил, что пока не будет делать резких перемен и неожиданных структурных перестановок в руководстве региона. Резких перемен и каких-то структурных перестроек неожиданных их в настоящее время не будет, потому что я не сторонник рубить с плеча. Мне надо абсолютно вдумчиво во все вникнуть и понять, какие люди сейчас работают в правительстве Рязанской области. Любимов рассказал, что уже встретился с главой Рязанем и увидел у города перспективу стать одним из лучших в стране. Политик признал, что одна из важнейших проблем, которая вызывает серьезнейшие нарекания жителей, это местные дороги. По мнению Любимова, также Рязанской области нужно избавиться от второй смены в школах, улучшить медицинское обслуживание, подключить к интернету даже самые отдаленные уголки, а также создать стройную систему привлечения инвесторов. Также Николай Любимов заявил, что с самого начала будет вести открытую политику. Хотелось бы уже с первых шагов привнести нового. У Олега Ивановича, наверное, просто другие задачи были, он по-другому их для себя формулировал. Это, конечно, более открытая политика в отношении других партий, в отношении общества, общественных организаций. К другим темам. В любой момент готовы к тревожному выезду машины скорой помощи. Но как быстро они доедут до пациента, порой зависит от водителей других автомобилей. В СМИ регулярно появляется информация о том, как скорую не пропускают другие автомобили, из-за чего врачи не успевают помочь пациентам. В областном ГИБДД отмечают, что игнорирование спецсигналов скорой помощи порой приводит к смертельным последствиям. О том, что скорую помощь на дороге нужно пропускать, знают все. Если не с пеленок, то со времен обучения в автошколе обязательно. Пункт 3.2 правил дорожного движения гласит, что при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Вот только находясь за рулем, мы любим, например, громко слушать музыку. А некоторые и вовсе считают, что даже скорая может объехать. Не трамвай же. А между тем, любой сбой, любое препятствие на пути скорой – это вопрос жизни и смерти. Рязанские дорожные инспекторы решили проверить, насколько ответственны рязанские водители, и провели специальный рейд. Передвижение скорой фиксировалось камерой. И если автомобиль не пропускали, информация о нарушении передавалась на ближайший пост. Нарушителей задерживали и наказывали. За данное нарушение законодательства Российской Федерации предусмотрены санкции в виде штрафа в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей внимательнее следить за дорожной обстановкой и своевременно пропускать автомобили со спецсигналами. Ну а прошедшее в нашем городе рейдовое мероприятие показало, что несмотря на то, что нарушения были зафиксированы, большая часть водителей все же понимает, что мешая движению скорой, ставят под угрозу чью-то жизнь и уступают дорогу, как и предписывают правила дорожного движения. В Рязани пропал подросток. Известно, что около 8 вечера в четверг 16 февраля 14-летняя Анна Турускова вышла из детской больницы в Канищеве. И с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Девочка может нуждаться во врачебной помощи. Ее приметы – рост около 175 см, худощавого телосложения, длинные светло-русые волосы, глаза серо-зеленые. Была одета в теплую темно-синюю парку, синие джинсы, рыжеватые ботинки, темную шапку с ушками и зеленый шарф. При себе черный рюкзак. Тех, кто обладает информацией о местонахождении Анны Тарсуковой, просят позвонить по телефону, который вы видите на экране. Одним из самых аварийных участков дорог в городе становится Московское шоссе с пересечением улицы Мервинской. Камеры видеонаблюдения постоянно фиксируют здесь ДТП. Одно из них произошло сегодня. Водитель, не дожидаясь зеленого сигнала светофора, поспешил повернуть. И закончилось это столкновением с рено, которое двигалось прямо. С начала недели в регионе действует новая федеральная программа «Сложности перехода». Она призвана помочь снизить число ДТП с участием пешеходов, особенно детей, ведь они становятся жертвами каждого седьмого происшествия. Тема продолжит Галина Ершова. Безопасность на дороге – одна из главных тем этой недели, ведь в Рязани стартовала всероссийская акция «Сложности перехода». Это ролики социальной рекламы, викторины для водителей и школьников, профилактические рейды и многое другое. Комплексный подход используют для того, чтобы снизить число ДТП с участием пешеходов. По данным сотрудников ГАИ, в прошлом году на дорогах погибли более тысячи пешеходов, причем каждый третий наезд был совершен на пешеходном переходе – единственном месте на дороге, где человек должен чувствовать себя в безопасности. Данные анализы говорят о том, что практически половина наездов и пешеходов, 47%, происходит по их собственной осторожности. Основная причина – переходы и пешеходного перехода, даже если он находится рядом. Игнорируем неподъемного перехода в лесах и выход на дорогу из-за припаркованных машин. Фактически получается, что пешеходы даже добросовестные водители не дают шанса добежать аварии. Именно поэтому обучение правилам дорожного движения начинается еще в школе. Помимо бесед и игр по станциям, используют и более наглядные форматы, такие как автоплощадки. Они работают на базе школ города и области. А вот большой автоградок со множеством знаков и техники может появиться в Рязани уже в этом году. Российский союз автостраховщиков выделит миллиард рублей на строительство подобных объектов в 10 регионах страны, в том числе и в Рязани. Особое внимание будет уделено и обустройству пешеходных переходов. Помочь в этом теперь может каждый. Для этого нужно зайти на сайт бездтп.ру и щелкнуть на баннер «Активный пешеход. Безопасный переход». Здесь вы найдете красочную инфографику, на которой в доступной форме изложены нормы и правила, требования к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Смотрите на то, где вы находитесь, чем часто пользуетесь, и дальше можете отметить те проблемы, которые вы видите, когда отсутствуют в настоящий момент на той площадке, где вы находитесь. После чего вы даете заявку, все эти материалы аккумулируются, и по накоплению определенного количества материалов, они будут в едином виде переданы руководству субъектов, для того, чтобы, собственно, помочь с помощью гражданского общества, а также внести определенные рекомендации, ищите контроль за состоянием пешеходного перехода. Активность граждан крайне важна, ведь именно они каждый день могут наблюдать реальную ситуацию на дороге и корректировать ее в сторону безопасности, чтобы аварии жертв стало значительно меньше. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете на странные имена, которыми порой родители называют своих детей. Авторы хотят ограничить право присваивать цифровые и буквенные обозначения, числительные, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику. Вот, например, лишь некоторые варианты, которые за последние годы были зарегистрированы в ЗАГСах. Девочек записывали как «Жестокость», «Океана», «Багира», «Радость» и «Ландыш», «Мальчиков», «Люцифер», «Дельфин», «Самерсет Оушен» и «Царь». Во-первых, это может быть связано с какой-то потребностью родителя выделиться за счет ребенка, например. Точно может быть связано с тем, что родитель приверженец какого-нибудь течения. Или может за счет имени ребенка передать какую-то важную информацию. Например, в Советском Союзе было модно называть детей странными именами. Но они кажутся нам сейчас странными. А тогда в это имя закладывался определенный смысл. Это действительно очень важно. Родителям задумываться над тем, какое имя они хотят дать своему ребенку. Правда, странные имена носятся детьми по-разному. Часть имен вызывает просто удивление, а часть имен действительно осложняет жизнь ребенка. Это правда. Надевая золотые украшения, мало кто задумывается, какой сложный путь проходит этот драгоценный металл, прежде чем попасть к ювелиру. Золото не только добывают, но и очищают от всевозможных примесей. Этот процесс достаточно сложный. Им занимаются финажные предприятия, которых в России всего два. Одно из них находится в Рязанской области. Это слиток золота, пробу которого определяют как четыре девятки. По сути, это химически чистый драгоценный металл, доля примесей в котором составляет порядка 10 граммов на тонну. Именно в таком виде он поступает к ювелирам, где уже после добавления других химических соединений золото превращается в изделие той самой 585-й пробы. Однако этому сложному пути драгоценного металла предшествует не менее сложный процесс очистки добываемого золота, который называется афинажем. В нашей стране всего 11 афинажных предприятий. И одним из самых крупных является Преокский завод цветных металлов города Касимова. Афинаж – это очистка благородных металлов, золота, от примесей. Ну, поставщики, которые добывают в недрах нашей земли драгоценные металлы, направляют нам афинаж, направляют нам сырье с разной частотой. Это от 1% до 90%. Мы в своем производстве производим химическую очистку этого золота, то есть убираем бульгарные примеси из сплава. И в итоге у нас получаются слитки золота, платина, палладия, серебра частотой 4,9. Золото, содержащее сырье на Преокский завод цветных металлов, попадает со всей страны. Его структура разнообразна. Это и шлиховое золото, и золото, содержащее сплавы, и отходы радиоэлектронной и ювелирной промышленности. Все сырье нуждается в очистке. На сегодняшний день Преокский завод цветных металлов является единственным предприятием в России, которое использует в технологии афинажа золота процессы царско-водочного электролиза. Внутри находится раствор царской водки. И плюс, почему называется, значит, царская водка, а нотка тот, позволяет получать с помощью электролиза химически чистое золото. Самый состав раствора, технология подачи вот этого купажа, больше-меньше, значит, сила тока и так далее, это все наши летания. Мы их никому и запатентовали. Сами установки, то же самое, это чисто разработка завода. Еще одна из технологий афинажа золота, используемая на заводе, – химическая очистка. Металл загружается в реактор, в реактор заливается смесь азотной соляной кислоты, золото растворяется, переходит в раствор. Серебро, медь, которое находится в этом сплаве, осаждается на дно в виде осадка. Золото, в виде костяк, через раствор фильтруется и заливается раствор золотой на осаждение. Вот в этих реакторах двух происходит осаждение золота химическим путем. Полученное золото переплавляют и формируют слитки. Стандартные 12-килограммовые, поднять их можно с большим трудом, и мерные. Этот небольшой по размеру слиток довольно тяжелый, весит он целый килограмм. А ежегодно на этом заводе производится более 60 тонн чистого золота. На заводе существует собственная пробирная лаборатория, в которой различными методами измеряют массовую концентрацию элементов примесей в афинированном металле, что позволяет гарантировать качество производимого продукта. Это прибор для определения содержания примесей в растворах, как мы видим. С цеха афинажного производства к нам поступает проба. Мы отбираем две оликвоты, чтобы проверить большие содержания и маленькие. И, собственно, с помощью этого прибора анализируем пробы на заявленные элементы, которые требуемы цехом. Прибор по подающей системе с капиллярами затягивает небольшое количество пробы внутрь, где в разряде высокочастотной индукционной плазмы происходит ионизация элементов. И они начинают светиться, каждый на своей определенной длине волны. Собственно, эту информацию с помощью программного обеспечения мы и считываем из этих растворов. Познакомиться с процессом очистки золота журналисты смогли благодаря пресс-туру, организованному Пробирной палатой России, которой 13 февраля исполнилось 317 лет. Сотрудники палаты также приняли участие в пресс-туре и рассказали журналистам об основных аспектах деятельности Пробирной палаты, которая, по сути, является главным надзорным органом в сфере оборота драгоценных металлов. В Российской Федерации по законодательству обязательному опробованию и клеймению подлежат ювелирные изделия, все ювелирные изделия, предназначенные для реализации. То есть, все то, что вы покупаете в ювелирных магазинах, на себе эти изделия должны иметь государственное пробирное клеймо. Это легко проверить. В магазине может любого продавца спросить, где клеймо Пробирной палаты. И там в обязательном порядке должно стоять это клеймо. Выглядит оно достаточно просто. Это силуэт русской женщины в кокошнике, традиционное российское клеймо. До этого была пятиконечная звезда. И, соответственно, на изделии, если это изделие находится в продаже, вы вам должны показать, что вот на этом изделии есть клеймо. Вот так нам выдалась уникальная возможность не только познакомиться с процессом очистки драгоценных металлов, но и подержать в руках химически чистое золото наивысшей пробы. В Академии ФСИН России стартовали комплексные учения с курсантами выпускных курсов. Учения в этом году проводятся в 30-й раз. В них задействовано более 200 курсантов. В процессе учения затрагиваются всевозможные аспекты деятельности исправительных учреждений. Акценты делаются на отработке действий при чрезвычайных обстоятельствах в условиях, реально приближенных к экстремальным. Участники учения работали не только в аудиториях, но и выполняли практические задания в исправительных учреждениях области, загородном учебном центре и объектах Академии. Например, проводили оперативно-розыскные мероприятия по факту обнаружения трупа осужденного и разыскивали и задерживали вооруженных преступников, совершивших побег из исправительного учреждения. Я оканчиваю Академию, мне уже осталось 4 месяца. И вот сейчас я приеду в практический орган, и я думаю, что мои знания, которые я получил в ходе данного мероприятия, в ходе вообще моего обучения, мне пригодятся. И не то, что пригодятся, а будут моим, так сказать, парашютом. В этом году полувековой юбилей отмечает детское хирургическое отделение города Рязани. В честь этого события запланирован ряд мероприятий. Одно из них состоялось в стенах медицинского вуза. Сегодня в Рязгиму имени Павлова открылась межрегиональная конференция. Продолжит Марина Комиссарова. Детская хирургия – отдельное направление в медицине. Развитию отрасли уделяется особенное внимание. Причем не только в научной среде. Значимость отмечают чиновники. Сейчас, находясь в Рязанской областной думе, депутат как раз по этому округу, стараюсь убедить всех, что именно детское здравоохранение, детская хирургия, детская медицина – это важнейшая отрасль в нашем регионе. Ее надо поддерживать, ее надо развивать. В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области детской хирургии. В частности, детский хирург Министерства здравоохранения России Игорь Поддубный. Детская хирургия, мы можем сказать ответственно, в Российской Федерации находится на очень хорошем уровне, если сравнивать с самыми развитыми странами и системами медицины. При этом, конечно, предела совершенства нет, и мы стараемся в нашей детской хирургической среде встречаться как можно чаще, для того, чтобы обменяться опытом, обменяться опытом, чисто практическим обменяться опытом организации хирургических служб. Подобные конференции проводятся довольно часто. Сами специалисты отмечают, что детская хирургия – одно из самых дружных научных сообществ. Обмен опытом, внимательная работа над мелочами помогают двигаться вперед этому важному разделу медицины. Детские хирурги нашей страны, они, в общем, являются одной из самых организованных компаний. Мы регулярно встречаемся и делимся самыми последними достижениями, которые есть в нашей профессии. Ну и, в частности, одним из вариантов общения является сегодняшняя конференция. Участие ведущих экспертов в работе конференции привлекло внимание студентов, интернов, ординаторов, интересующихся хирургией детского возраста, а также практикующих врачей, имеющих дело со сложными случаями. Работа поспособствует их профессиональному росту и повышению качества оказания медицинской помощи в регионе. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Завтра подведем итоги этой недели. А пока – хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин